В процессе эксплуатации машина, находящаяся на гарантии, будет обслуживаться нами. Поэтому мы сейчас рассмотрим интервал обслуживания и плановая замена масла и фильтров. Производитель вместе с машиной поставляет инструкцию по эксплуатации, какие должно быть. Значит, на что хотелось бы обратить, какие моменты в инструкции по эксплуатации. Вот эту книгу надо всю изучить, почитать, посмотреть, разобраться, чтобы эту машину знать досконально и уметь ее правильно эксплуатировать. Но я полностью всю книгу мы не будем рассматривать, я только затрону основные моменты. Значит, это эксплуатационные материалы. Это те масла, которые заливаются в эту машину. И смазки. Страница 82. Значит, двигатель, заправочный объем, масло, гидробак. Заправочный объем масла. Вся система гидравлического масла. Ну и все основные редукторы. Ну, я тебе все показал на машине, уровни масла также указал. Но масло, какое заливается, в принципе, можно посмотреть в инструкции по эксплуатации. Значит, вот главный редуктор. Масло-риналин. Распределительный редуктор. Это вот этот вот. Распределительный называется. Промежуточный редуктор питающего аппарата. Это вот этот угловой. На питающем тоже его. Вальцевый редуктор внизу. Вальцевый редуктор вверху. Редуктор поворота силоса провода. Транссимсионное масло. Лигуэлл 460, полтора литра. Значит, находится вверху здесь. Редуктор ступицы колеса. Передний, 3,5 литра. Редуктор ступицы колеса задний, полтора литра. Редуктор длинной резки. Редуктора варилок у тебя нет. Масло гидравлическое. Которое можно заливать в консистентные смазки. Топливный бак. 930 литров, дополнительно 400. Боковой бак. Вот этот, 170 литров. Его можно использовать для консерванта. Либо его можно использовать под топливом. Если его использовать под топливом, то доустанавливается рука высокого давления. Соединяется этот бак с основным баком. Если его использовать будете под консерванта, то необходимо докупать до поснащения. Сюда устанавливается датчик уровня. Также соединяется он с основным баком консерванта. И его можно использовать под консервант. Теперь то, что касается технического обслуживания. Интервал заменом этого масла. Вот, значит, страница 453. 457. Техническое обслуживание после окончания сезона. Перечень работ, которые необходимо выполнить. Однократно после 1 часа. Подтянуть гайки передних и задних колес. Однократно после 10 часов. Подтянуть крепежные болты, ножей, измельчителя. Подтянуть крепежные болты, лопасти, искоритель и выбросы. Проверить НТВ, крепежные болты, цилиндр и опоротный оси. Проверить крепежные болты Р senza крепление. а это именно прочное крепление. Шесть раз через каждые десять часов потянуть гайки передних и задних колес. Затем однократно после пятидесяти часов редуктор ступицы колеса впереди и сзади. Замена масла главного редуктора. Двигатель, проверка на герметичность шлангов. Топленность, система проверки на герметичность. Система охлаждения. Щитки. То есть, ну, вот это ТО, это первое ТО, которое будет производиться через 50 часов. Наработку машины можно посмотреть в терминале. Необходимо заранее предупредить нас. Мы приедем и сделаем вовремя данное техобслуживание. Следующее техническое обслуживание будет 200 часов. При этом ТО меняется масло распределительного редуктора. Вот здесь он находится. Ну, и следующее ТО однократно после 500 часов, после 1000, в начале холодного сезона. Каждые 10 часов, но не реже раза в день. То есть, ежедневно. Все, что необходимо выполнять. Вот эту инструкцию ты должен придерживаться и следовать ей. Каждую 1000 часов заменить масло распределительного редуктора, масло промежуточного редуктора питающего аппарата, вальцов внизу, вверху, ступицы, колеса впереди и сзади, привод порота грузной трубы, заменить масло на редуктора. То есть, фактически у нас все редукторы, которые установлены на машине, меняются раз в 1000 моточасов. Либо раз в сезон. Если вы не нарабатываете 1000, значит меняется раз в сезон перед выездом в поле. Почему менять необходимо после зимы масло перед выездом в поле? Масло гикроскопичное, оно имеет свойство накапливать влагу. У нас в каждом редукторе имеется какой-то уровень масла и остальная часть редуктора заполнена воздухом. В воздухе имеется влага и она накапливается в масле. Эта влага может приводить к тому, что происходит окисление и наш редуктор будет работать недостаточно долговременно. Поэтому замена масла производится для того, чтобы удалить вот эту влагу из редуктора. Вот наша инструкция по двигателю. Значит, что хотелось бы еще добавить по двигателю. Это качество топлива, интервал замены масла. Если качество топлива соответствует нормам, значит это содержание серы не более 15 мг. Значит, мы интервал замены масла можем до 1000 мг доводить. Если у нас содержание серы более 15 мг, но не более 460 мг, то мы должны сократить его вдвое. То есть, если качество топлива хорошее, то можно раз в 1000 мг менять масло. Если качество топлива плохое, то через 500 мг. То есть, меняем масло и фильтры.